Всем привет, друзья! С вами видеоблог какнамтам.ру и Татьяна Садецкая, наш помощник и эксперт в области миграции. Сегодня мы поговорим о таком очень непростом понятии, как налоговое резидентство. Таня, расскажи, что это такое? Всем здравствуйте! Налоговое резидентство. Человек, когда переезжает в другую страну, он, скорее всего, станет налоговым резидентом той другой страны. На него это накладывает определенные обязательства, как то регистрация, вернее, декларация всех своих мировых доходов и уплата налогов в этой стране, где он резидент, по ставке этой страны. А также, конечно, есть и преимущества в виде, например, налоговых льгот, социальных пособий и тому подобное. В Словении налоговое резидентство, как я уже сказала, предполагает, что если вы в этом статусе находитесь, то вы декларируете все свои доходы в мире, в том числе в России, поскольку в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси и тому подобное. Поскольку со всеми этими странами существует конвенция о избежании двойного налогообложения, то выглядит это примерно так. В России вы заплатили, например, на свои дивиденды 13%, если здесь ставка 25%, то разницу вы уплачиваете в Словении. По поводу льгот, ты, наверное, на себе помнишь, что когда ты стал налоговым резидентом, у тебя уменьшился подоходный налог, также возможны любые пособия, скидки на садики, школы и тому подобное. Хотя школа бесплатна, но... В садике, да, нас просили принести. Подскажи, а кто должен и когда должен получать этот статус? Значит, этот статус не могут и не должны получать студенты, которые учатся в Словении. Но я сейчас зачитаю урывки из закона о подоходном налоге. Кто вот в случае иммигрантов, бизнес иммигрантов должен им стать? Значит, это человек, который имеет своё основное место жительства или центр своих личных или экономических интересов в Словении. Само понятие ВНЖ уже предполагает, что ваше основное место жительства в Словении, ну иначе вы просто не имеете права на ВНЖ, то есть большую часть года основное место жительства вы проживаете здесь. Так или иначе, центр своих личных интересов, это предполагает семью, поэтому некоторые, кто переезжают, у кого семья ещё вот в прошлом, по старым законам переезжала сразу с ними, они могли получить статус резидента с момента переезда семьи и не ждать полугода. Да, потому что основное место жительства, оно наступает, собственно, после полугода жизни здесь. Вот. И также или это те люди, которые в любом налоговом году, он же календарный год, прожили в Словении более чем 183 дня. Это означает, что все воссоединённые члены семьи, даже если они здесь не работают, да, потому что центр экономических интересов — это работа. Если же ты просто здесь прожил 183 дня, ты становишься налоговым резидентом. Также это те люди, у которых здесь ПМЖ. Вот я не раз сталкивался с позицией, что люди считают, что они налоговые резиденты тогда, когда они пошли и подали заявление о том, что они налоговые резиденты. А до этого они как бы не налоговые резиденты. Получается определённая нестыковка. Действительно, это есть заблуждение в нашей вот среде русскоязычной. То есть люди думают, если они не заполнили анкету, не пошли в налоговую, то есть они не стали налоговыми резидентами, и им не нужно декларировать свои мировые доходы. Однако это та же ситуация, вот как... Помнишь, недавно вышло новое постановление, что нужно декларировать все свои иностранные счета. То есть если ты не пошёл и его не задекларировал, это не значит, что у тебя нет этого счёта в России или где угодно. Поэтому если когда-то вами заинтересуется, откуда у вас эти доходы, и выяснится, что там 10 лет назад или 5 лет назад вы просто не отнесли эту бумажку, то в принципе будет, конечно же, вопрос про уплату налогов задним числом. В Словении, слава богу, пока что на практике мы наблюдаем, что штрафы выписывают крайне-крайне редко. В основном это проценты за опоздание, да, уплата налогов и уплата самих налогов, которые требуются. Но потенциально может возникнуть такая ситуация, да? То есть человек, да, он не отнёс бумажку и думал, что он не налоговый резидент. По факту он живёт больше полугода. Это центр его интересов. Интересов и, соответственно, в случае чего проверяющий орган может сказать, что вы уже были резидентом, вот, вне зависимости от этого, и, соответственно, берите и доплачивайте. То есть моё личное мнение, учитывая, что по закону человек, проживший здесь, и даже если он не отнёс анкету, он уже считается налоговым резидентом, то лучше анкету отнести и получить этот статус официально. Потому что, как минимум, это вам во многом облегчает вашу налоговую нагрузку на зарплату и тому подобное. А как на практике выглядит получение статуса налогового резидента? На практике это выглядит так. По крайней мере, мы нашим клиентам напоминаем через 6 месяцев, что уже подошло время, высылаем им анкету с переводом на русский язык, люди её заполняют, дальше нужно просто отнести в налоговую. Где-то через неделю, через две приходит бумага, её отправляете своему бухгалтеру, и, собственно, это всё закончено. По поводу декларации в дальнейшем уже своих доходов, это нужно вам консультироваться с бухгалтером, потому что в зависимости от типа дохода здесь разные сроки и разные требования. Собственно, на этом, наверное, всё. Самое главное, что не забывайте, что при переезде в Словению у вас возникают и обязательства по отчислению налогов со всех мировых доходов. Да, ну и можно расслабиться, в плане того, что из-за того, что существует вот этот договор о избежании двойного налогообложения, вы, возможно, заплатите налог два раза, но суммарно он будет не больше, чем налог в Словении. То есть суммарно вы будете платить не больше налогов, чем любой обычный рядовой словенец. Меня это успокаивает. Да, но всё равно, как правило, это больше, чем в России или в Украине. Это нормально, да. Собственно, поэтому мы, наверное, и живём здесь лучше. Наверное. Не факт. На этом всё. Всем спасибо. Если у вас остались вопросы по налогам, вы можете писать в комментариях к этому видео ваши вопросы. Ставьте пальчики вверх, если оно вам пригодилось, понравилось. И подписывайтесь на наш канал. С вами был видеоблог какнамтам.ру. Илья Яковлев и Татьяна Садецкая. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!